Ну что, мои дорогие, здравствуйте, телезрители и мои подписчики на канале YouTube. Сегодняшняя тема – капуста. Если вы её уже отлили, значит, пора заняться её облагораживанием, я бы так сказала. Какой бы ни была рассада капусты, хилой, дохлой, чахлой, повядшей, самое главное – отлить её. И в течение двух недель мы поливаем, ну, три раза в неделю хотелось бы, даже четыре бы из семи дней. Потому что если всё-таки влага будет поступать к её корневой системе, она уже не погибнет. Боковые листья могут сохнуть, могут пропадать, желтеть, они нас уже не интересуют. Идёт естественный процесс. Наша задача теперь – рыхлить около неё почву и уже начать её кормить. Я надеюсь, что при посадке капусты в лунку вы положили щепотку сульфата калия. Щепотка – это когда вот так берёшь. Этого достаточно. Перемешали с почвой, прикрыли почвой, а потом поставили капустину, рассаду её. И как бы, да, пролили всё и уплотнили землю около корней, а не просто её оставили там болтаться. Вот прижимание почвы к корням капусты будет гарантировано, что не будет воздушных пазух. И корни не будут в этих воздушных пазухах болтаться. Она примется очень хорошо. Сейчас капусту нужно рыхлить. Зачем это нужно делать? Вот когда вы её рыхлите, да, вот вы землю как бы чуть-чуть подгребаете, но тем не менее вы её ещё и меняете, подгребая свежую почву из вот этого дальнего круга. А из близнего круга как бы почва должна быть отгребена вообще вот назад. Вот землю надо вот так поменять. Вот тогда не будет многих болезней и многих червяков, которые, отложив свои яйца именно в приствольную вот этот вот круг капусты, они там уже готовы съесть её черенок. И чтобы эти гады маленькие, которые находятся внутри около стебля капусты, около корневой системы, не съели ничего, и чтобы сосудистый бактериоз не мучил вашу капусту, надо всё-таки вот эту землю рыхлить достаточно часто. Видите, она достаточно хорошо слежалась после дождя, и мы её вот так вот, да, протыкая, даём возможность капусте дышать. А теперь подгребаем почву свежую. Вот с этого дальнего как бы круга. Вот так она должна выглядеть. Для того, чтобы поливка была правильной, вот посмотрите, надо сделать бороздку, и она будет сохраняться у нас некоторое время. Как только мы её прольём, подкормим удобрениями, мы опять будем делать то же самое. И делать это будем до тех пор, пока не сомкнутся листья капусты. И ещё хочу сразу упредить. Руки за спину и ходить около капусты либо с тяпкой, либо не трогать её. Никаких жёлтых листьев, которые пожелтели слегка и сами не отвалились, отрывать нельзя. Идёт процесс синтеза, фотосинтеза, то есть солнечного цвета, с зелёным капустным листом. Клетки работают, и ваши руки здесь совершенно не нужны. Тяпка, подкормки, поливки. Ну, кормите дачным коктейлем, он очень хорошо работает на капусте. Да и всё, и вода. И когда листья сомкнутся у капусты, вот тогда мы поменяем ей поливку, и я расскажу, как это сделать. Ну, а на этом всё, милые мои. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА